Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Думаю, мало кто будет возражать, если я скажу, что люди – чрезмерно жестокие существа. То, на что мы способны, иногда просто не укладывается в голове. И почему так повелось, что мы любим искать самый простой путь, и не важно, что он может травмировать чью-то жизнь. Чаще всего жертвами становятся наши домашние любимцы. Нам очень удобно, чтобы они были в доме, ведь тогда есть тот, на кого можно выругаться или даже ударить во время, когда в нашей жизни не все клеится. В такие моменты мы заботимся только о собственном спокойствии и комфорте, очерчивая из головы тот факт, что они тоже живые существа, которых мы таким образом обижаем. К счастью, собачка по кличке Сигги смогла всего вышесказанного избежать. Вот только легче жить от этого ей не стало. Себе семью она смогла найти еще пять лет назад. Благодаря своему энергичному характеру она быстро завоевала сердце каждого, кто жил в этом доме. И, казалось бы, все было просто замечательно к одному утру. В тот день владельцы просто выгнали животное на улицу. Трудно сказать, чем они руководствовались, принимая такое решение. Как можно так коварно и жалко избавляться от того, кого действительно любишь? Даже если она ему наскучила, владелец мог просто отдать ее в приют или даже самостоятельно подыскать животному новую семью. Только вот заморачиваться лишний раз он не стал. В его защиту стоит отметить, что человек написал историю собаки и прицепил ее к ошейнику Сигги. Никакой лучшей идеи ему в голову не пришло. Растерянная бедняга долгое время просто сидела перед воротами хозяина. Видимо, она до последнего надеялась, что это просто неудачная шутка, что вот-вот дверь откроется и ее заберут обратно. Но проходили часы и ничего не изменялось. Ее начал донимать голод. У нее не было другого выхода, как покинуть свой дом и отправиться на улицы большого города, чтобы найти хоть какую-то еду. Во время таких безнадежных прогулок малайзийским городом Ипох ее заметил один из местных жителей. Молодой человек как раз проезжал мимо. Он внимательно рассматривал животное, как вдруг заметил деталь, что сильно его заинтересовало. Он видел на шее собаки вещь, что совершенно не была похожа на элементы ее ошейника. Чем ближе он приближался к Сиге, тем четче мужчина видел, что это аккуратно сложенный сверток бумаги. В этот момент он обрадовался, как надеялся, что там будут указаны имя и способы связи с владельцем. Если его предположения будут верны, то совсем скоро он сможет вернуть беднягу домой. И возможно тогда в ее печальном взгляде снова заиграют искорки счастья. Но он ошибся. Вместо такой желаемой информации на листе была написана история жизни собаки. Она настолько задела его, что он поддался эмоциям и заплакал. «Здравствуйте, меня зовут Сигги. Так меня назвал предыдущий владелец, и это имя мне очень нравится. Надеюсь, ты не обиделся, если я и дальше буду откликаться на него. Тебе не следует меня бояться. У меня очень доброе сердце и дружелюбный характер. Уверена, ты никогда не встречал никого похожего на меня. Ты не подумай, мой хозяин вовсе неплохой человек. Он любил меня и, видимо, до сих пор любит. Просто его жизнь круто развернулась, и он больше не сможет обо мне заботиться. Он уже давно изменился. Стал уделять мне меньше внимания и хуже обо мне заботиться. Меня это очень огорчает. Но я все еще его люблю. Можно я тебя что-то попрошу? Забери меня к себе домой, не оставляй меня снова одну. Пожалуйста, позволь мне стать частью твоей семьи. Попробуй полюбить меня, покажи мне любовь, и я щедро тебя отблагодарю. Я принадлежу к породе Golden Doodle, и скоро у меня маленький юбилей. Пять лет, как я живу в этом мире. На стерилизации я пока не была. А еще я очень хорошая и никогда тебя не обижу. Я умею быть отличным охранником. Я обещаю тебе, что всегда буду сидеть на пороге и ждать твоего возвращения. А пока тебя не будет, я присмотрю за домом. Никто чужой в него не войдет, если ты не оставишь меня. Ну, или если я плохо знаю этого человека. А еще меня научили, как выполнять несколько простых и не слишком сложных трюков. Заберите меня к себе. С любовью, Сигги. Гав. Каждое слово поразило мужа до глубины души. И теперь он просто не смог оставить животное здесь. Первым делом он осмотрел ее, отмыл и накормил. Теперь собака стала настоящей красавицей. Вот только жить она будет у брата Лайнала. Там ей будет лучше. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.